привет всех приветствую на моем канале марафон здоровье и разговорный марафон 440 нет 484 уже сбиваться начала столько дней я хожу столько дней записываю видео сначала хвалю свою ходьбу а потом о чем-то еще разговариваю и называя это еще одним разговорным марафоном никого сзади мне показалось все по порядку сначала похвалить ходьбу надо хвалю запыхалась но хвалю скользко и вот здесь еще такая вот возвышенность здесь еще так более-менее а там других местах вообще нереально ну вот здесь похоже на это но здесь еще ничего скользко но а в других местах скользко и лужи и ходил прям ноги напрягал что сегодня хорошая ходьба с напряги с напрягом ног мышц главное не начать ходьбу в такой день неплохой день но если кто-то начнет в такую неподходящую погоду ходить но долго ходить не будет нужно все-таки для начала выбрать получше денег чтобы дождя не было гололеда и ветра а так не надо ждать весну и лето начинайте начинайте ходить все не пристаю больше поговорим о чем-нибудь о чем нужно поговорить если тут нужно идти посмотреть чтоб не шлепнуться вот вот такая вот такая вот можно идти по траве до все можно поговорить о чем угодно можно поговорить о еде я уже тут много хожу уже проголодалась сказать сколько время почти 12 я еще не ела сегодня в аппетитно гуляла конкретный потому что наверное все таки балансируя на гололеде больше калорий теряется так что я проголодалась дома меня ждет сегодня приготовленная сегодня я живу говорю нужно кушать свежие всегда как говорит садгура садгуру нужно и не менее ну в общем не более полтора часа чтобы еда была приготовлена он так ест но у меня будет уже больше потому что сегодняшняя как что я как-то чуть-чуть придерживаюсь чтобы еда была свежая а вы как борщ едите трехдневных это такой а как по-другому скажи на работу нужно работы пришел что-то покушать на неделю наготовить надо помните как раньше в советское время не знаю сейчас так делают люди на целую неделю готовили чтобы потом нужно было что-то кушать а что же я приготовила сегодня киноа крупа киноа киноа не слышно не русское название да звуки какие-то китайские вангтем 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 а ну в общем напишу да в названии и я взяла светлую я ее называю белая но она не белая на самом деле кремового цвета вот значит прочитала как говорится новый рецепт хотела найти потом вспомнила про рецепт блинчиков которые я последний раз делала по рецепту отставила в сторону эти рецепты все и приготовила по-своему значит можно просто как гарнир приготовить и уже отдельно что-то древние котлеты кто там что ест вот я сделала вместе такую кашу сварила значит по порядку взяла полторы чашки этой крупы киноа чашка это больше чем 250 грамм это точно 300 грамм где-то миллилитров не грамм вот промыла хорошо залила холодной кипяченой водой поставила на большой огонь большой огонь когда закипела помешала самый маленький огонь поставила и делаю следующее значит филе куриное 700 грамм у меня было порезала мелкими кусочками на оливковом масле обжарила тем временем порезала мелко шампиньоны на другой сковородке сначала поставила без масла сначала они в воду пустили потом вода выкипела потом только масло положила дальше пока это все делалось порезала две луковицы полукольцами мелко и бросила в курятину чтобы он обжаривался вместе с курицей с курятиной вот тем временем порезала большой красный перец кубиками мелкими и налила уже масло оливкового в грибы и бросила туда перец и все это вместе обжарилось значит одновременно на двух сковородках и кастрюлях делается за полчаса вот что еще потом открыла еще баночку кукурузы и пол банки кукурузы положила там где курятина с луком и пол банки кукурузы положила все это обжарилось не нужно чтобы просто было готово до хрустящих сухих корочек не надо ничего жарить вот тем временем все солила по чуть-чуть потому что все отдельно чуть-чуть кашу чуть-чуть мяса чуть-чуть грибочки все каша вода вся выкипела значит сколько воды ложить было нужно в кашу один к двум вот один к двум если полторы полторы чашки у меня было крупы значит три чашки воды я налила все я туда даже не смотрела не заглядывала все очень одновременно готовится быстро вот так вода вся выкипела в каше каша готова и я все это вместе соединила все соединила хорошо перемешала все вуаля но вот это вот количество это очень много это нужно или чтобы гости были у вас или большая семья вот вдвоем такое количество это получилось наверное четырехлитровая кастрюля у меня наверное три с половиной где-то литра так вот всего такой кашей вкусно полезно и главное разнообразие так что я спешу кушать кушать хочу я думаю она еще не успела остыть сильно не успела остыть ну да вы пробуйте не то что вы кашу готовить да такие вот как я говорю просто пробуйте готовить все свежее вот это не очень много времени занимает не то чтобы сказать не очень действительно вот это я все сделала за полчаса за полчаса ну я быстренько все делала потому что я еще делаю как бы по-своему некоторые шампиньоны не чистят я шампиньоны чищу потому что не то чтобы не то чтобы я против шкурок вот шкурки на шампиньонах мягкие просто мне проще почистить чем отмывать иногда много земли на шампиньончиках да да так что мне проще быстренько почистить чем долго отмывать их вот вот и и и я меняю всякие свои привычки вот раньше я была однозначно что все надо чистить шкурки надо все чистить семечки все надо выбрасывать теперь по-другому раньше когда я слышала что за границей готовят картошку не чистя я была в шоке я я думала какие они ленивые какие еще какие-то как можно картошку не почистить она же в земле оказывается нужно хорошо помыть и в шкурках очень много полезного да в шкурках от картошки калий вот в других шкурках от других продуктов еще что-то и как сказала одна девушка которая ведет передачу божественно вкусно вот она сказала шкурка это наша кожа хотите чтобы их кожа была хорошая кушайте со шкурками вот все я сегодня накачала мышцы отхождение по льду все увидимся пока-пока